Девушки отдыхают Друзья, сегодня уникальный случай Я попробую почувствовать себя Как дома на этой кухне Быть хозяином В принципе, ну что тут сложного Стой себе, строй глазки людям Разговаривай, а эксперты все делают Да, с другой стороны, мне иногда кажется Пришел человек рассказывать то, что он умеет готовить Что тут сложного Попробую я себя в этой роли Ты знаешь, я в рецепте уверена В сезон баклажанов Это мой самый любимый, по-моему, достаточно оригинальный рецепт Поэтому мы как бы Поменялись телами Ну, ролями точно А что касается баклажанов, это замечательное блюдо Которое я действительно уплетал за обе щеки И пикантное, и с легкой кислинкой К тому же и запеченное То есть в нем настолько много разных вкусов И ароматов Оно недорогое, я уверен, что оно вам понравится Ты знаешь, мне очень приятно эти слова слышать Не только потому, что это подтверждает, что я умею готовить Но и потому, что это блюдо Которому меня научила моя бабушка И сегодня попробуем вместе с вами это блюдо Какое оно получится у меня Так, ну что, давай, давай, спрашивай, как я обычно спрашиваю Из чего мы будем готовить? Правильный вопрос Итак, мы будем готовить маринованные баклажаны с начинкой Для этого нам понадобится, во-первых, естественно, баклажаны Будет достаточно трех штук В начинку войдет болгарский перец и перец чили по одному Кроме того, для маринада мы используем растительное масло Нам понадобится часть для начинки, а часть для того, чтобы залить уже маринованные баклажанчики Для маринада кислота Это лимонный сок и яблочный уксус Отлично В принципе, можно взять столовый уксус, моя бабушка именно так и делала Ну и еще специи Достаточно большой, насыщенный набор Начнем с кумина, затем кориандр, карри, острый перец чили сухой и чеснок С чего начнем? Начнем с того, что мы приготовим баклажаны Так Три баклажана мы отправим запекаться А на сколько людей хватит такой порции? Ну, если есть так, как ты ел в тот раз, то на одного А в принципе, вот эти баклажаны можно поместить в пол-литровую банку, если очень хорошо постараться Я расскажу, как их сохранить на зиму А что ты мне доверяешь сегодня делать? Тебе нужно будет сделать очень просто Вначале, это я покажу как Нужно снять плодоножку с баклажана Ну, баклажан, соответственно, должен быть молодым, но достаточно спелым То есть упругим и глянцевым Просто потянуть плодоножку для того, чтобы нам не пришлось потом от нее избавляться Видите, как просто и легко это получилось А, можно еще чуть-чуть провернуть, я смотрю Да По большому счету, можно сделать это после того, как мы запечем баклажаны Но лучше сейчас И, пожалуйста, не обрезайте плодоножку, потому что если отрезать здесь, баклажан может развалиться А нам нужно, чтобы он был целеньким Теперь смотри, есть противень, я тебе его поставлю Ты должен будешь смазать растительным маслом каждый баклажанчик Для чего мы отправляем баклажаны запекаться? Для того, чтобы избавить их от горечи Потому что в них есть солонин, и он дает эту горечь Друзья, я молчу и осмотрю, чему меня учит эксперт Матвеева Есть разные способы избавить баклажан от горечи Ну, например, посолить баклажан, он выделит сок Но в нашем случае это не подходит, потому что нам нужно, чтобы он целый остался Поэтому маслом, чтобы он не пригорал и не обугливался И в духовку я разогрею до 200 градусов Подходит? Да, отлично Прекрасно Прошло 20 минут, и мы можем доставать наши баклажаны из духовки Отлично Именно такие, как я и хотела, Сережа Они сморщились, это доказывает, что они пропеклись И сейчас они могут остыть немножко, а мы будем заниматься начинкой Как я уже говорила, это рецепт от моей бабушки Так вот, у бабушки с дедушкой было принято готовить очень острые блюда Если блюдо было не острое, дедушка просто не ел У него была даже своя такая маленькая солоночка И всегда рядом с ним во время обеда или неважно Вот так вот, перчина Поэтому ты понимаешь, что начинка будет острой Мы берем болгарский перец и острый перец И нам нужно тонкой соломкой порезать и тот, и другой Для того, чтобы, ты представляешь, можно было разместить это в виде начинки в баклажан Ты мог бы семена не убирать, потому что мы с тобой готовим достаточно острое Ты так уверенно ведешь экспертную линию Мне интересно будет, как ты себя поведешь, когда я начну в свойственной ведущей Мне манере Манере задавать всякие разные вопросы Ты традиционно любишь говорить о женщинах Естественно, у меня выпала возможность, и я хочу поговорить о мужчинах Что для тебя важно? А это очень просто, тебе перечислить качество, да? Если какое-то время назад, когда я первый раз выходила замуж И особенно когда второй, для меня самое важное было, чтобы мужчина был умный Да теперь я поняла, что не это самое главное Поэтому на первом месте заботливый, ответственный, уравновешенный Потом это с чувством юмора, и несмотря на то, что годы идут, все важнее становится сексуальность Хорошо, вот так, кстати, бывшие твои мужья как-то пытались наладить отношения? Ну, помириться? После развода? Да Я могу все четко расставить по своим местам Первый муж – это отец моего ребенка, и у нас будут отношения всегда, потому что есть сын Второй муж – это особое отношение, потому что мы действительно очень так любили друг друга Это все было слишком романтично Мы совсем почти не общаемся с ним Кстати, о бывших мужьях и этом блюде Когда моя мама рассказала мне, как готовить такие баклажанчики Она мне сказала, Надюш, ну вот поверь, никто никогда не откажется Ну, потому что это действительно вкусно, и что очень важно – просто готовить Каждый раз, когда я выходила замуж, а это было два раза Когда наступал момент, что приходили гости к моим свекровям, я готовила вот это вот блюдо Мне было так приятно, что Наденька-то, оказывается, умеет готовить Итак, у нас практически готовы овощи Мы складываем сюда перцы И теперь мы будем смешивать специи с чесноком А затем добавлять жидкость, чтобы у нас получилась соединяющая масса для перца И так образуется начинка Как мы это будем делать? С помощью нашей кухонной машины Кухонный блендер идеально подойдет Итак, все зубчики чеснока Сколько? Их у меня тут шесть Теперь специи, карий и кориандр Возьмем по столовой ложке Здесь уже, знаешь, начинается импровизация и наша Потому что, откровенно говоря, у моей бабушки был острый черный и красный перец И хмели-сунели Зато теперь у нас есть много чего другого Да, мы можем сами составлять смеси И вот здесь, пожалуй, я могу сказать, что это усовершенствованный вариант А вот острый красный перец и кумин по пол чайной ложки Достаточно сильный запах Думаю, будет хорошо Теперь, для того, чтобы это хорошо смешалось И получилась однородная консистенция Как может сделать наша кухонная машина Мы добавим жидкость Так Я использую и лимонный сок, и уксус Откровенно говоря, опять же, моя бабушка использовала просто столовый уксус Девятипроцентный или шестипроцентный Соотношение в моем растворе Это три-четыре ложки лимонного сока И одна столовая ложка уксуса А благодаря нашему блендеру Мы быстро измельчим все ингредиенты Без каких-либо дополнительных временных затрат Я буду одновременно измельчать эти ингредиенты и добавлять масло Чтобы оно по чуть-чуть набирало плотность У меня есть стакан масла растительного Я думаю, что этого хватит на все блюдо Но сюда приблизительно 50 миллилитров пойдет Думаю, этого хватит Выглядит уже достаточно аппетитно Это маринад для овощей получается А пробовать можно это? Да, в принципе, мне нужна здесь твоя помощь Потому что мы же доведем сейчас по соли Я же не солила И если ты скажешь, Надя, добавь черного перца Я не обижусь Солить? Да, обязательно нужно Я думаю, что хватит И давай немножко черного перца Давай, давай, никогда не помешает Да Ты, в общем-то, экономист, инженер по образованию Ты стала звездой телевидения Были ли у тебя такие мысли или желания? Стремилась ли ты к тому, что стать телеведущей и известным публичным человеком? Я закончила институт с красным дипломом Ну, выйдя замуж, и у меня появился ребенок Я думала, что когда я выйду с декрета, я обязательно буду работать инженером Я себе почему-то представляла какое-то конструкторское бюро В синем холаде Нет, вся прекрасная Такие развивающиеся шторы на окнах И я вот белый верх, темный низ И вся такая красивая и умная И очки Но это было время, когда не так просто было найти работу Тем более инженеру Тем более женщине с маленьким ребенком Мой муж приходит и говорит Надюш, я ехал в автомобиле А у меня, чтобы ты понимал, даже не было радиоприемника FM дома Ну, не было у нас А в машине было И он говорит, я слышала, они набирают диджеев, пойди сходи Я говорю, здравствуйте Я даже вообще вот, ну, я слышала Где радио, где я, да? Я тебе говорю, вот у тебя получится Ты понимаешь, какие мужчины на моем жизненном пути Я пошла, у меня получилось Потом добавилось телевидение И это был долгий путь, который, слава богу, привел меня сюда Прекрасный соус, чеснок, кислота и черный перец Отлично между собой балансируются Петрушку будем измельчать вручную, правильно? Вручную, да Помочь тебе? Я даже хочу тебя попросить это сделать Давай Еще выпадет возможность мне позадавать Надежде Матвеевой вопросы Действительно А вот, кстати, про Влада хочу спросить Как он поживает? Давно его не видел Хорошо Он работает, я слышал, в автосалоне, да? Нет, он занимается бытовой техникой Наверняка у тебя, как у человека публичного, обладающего разными связями Была возможность его куда-то пристроить более в творческую часть? Не все люди по части творчества, это во-первых У него нет такого прям желания, которое вот, мама, помоги Мало иметь желания, нужно еще обладать способностями Но если в этом направлении, как говорится, не проявляются способности, то зачем человеку мучиться? У нас была забавная ситуация с первым разом, когда мой сын искал работу Значит, в определенный момент я ему сказала Ты знаешь, что ты уже должен сам зарабатывать деньги? Ну, понятно, что частично Хорошо, мама, я буду сам искать Я тебе помогать? Да, складывай сюда Да, да, пусть немножко промаринуется Хорошо, ищи Купил газету Я пойду работать в автомойку Ну, что-то он для себя решил, ближе к автомобилям Пошел Здравствуйте, приходите, будете работать Мы вас берем В одну он пошел Потом по другому адресу пошел в другую Здравствуйте Приходите, мы вас берем Возвращается мой сын домой и говорит Мама, ты понимаешь, что у меня стопроцентный успех? Я куда не пойду, меня везде берут Я говорю, ну, Владик, наверное, что-то не то с этой работой Он работал и, в принципе, с машинами ему нравилось Но оказалось, не его Отлично, ты все правильно сделал Так, у нас есть баклажаны У нас есть начинка Понятно, что где-то они как-то должны между собой пожениться И как же? Есть определенная система, усвоенная мной от бабушки Ты видишь, что я делаю? Надрезаем баклажан с трех сторон Сверху мы делаем такой надрез Где-то до середины, ты почувствуешь Сбоку тоже Это для того, чтобы больше начинки поместилось И с этой стороны Так, есть В принципе, если вы хотите, вы можете сделать один надрез Но так будет вкуснее, это проверено Вот это, видимо, какой-то такой лайфхак Вот так Браво, молодец Теперь мы сейчас приступим, я так скажу, к святому в этом блюде Разместить начинку внутрь баклажанов Но поскольку на этой кухне все-таки всегда хозяйка я Я предлагаю выпить по чашечке кофе Прекрасно Нескафе классик Все начинается с Нескафе Что касается зимы Я сразу расскажу, чтобы было понятно Что это блюдо, которое можно кушать сразу Как только приготовили, изумительно вкусно Или в баночку Вот если в баночку на зиму То, как обычно, стерилизуем банку Укладываем плотно, чтобы там не было зазора воздуха Заливаем уже раскаленным растительным маслом Как делала моя бабушка Стерилизуем баночки Пол-литровая баночка 60 минут Если больше литровая, полтора часа В этом смысле я поражаюсь нашим бабушкам Потому что для них готовить огромное количество консервации Не составляло никакого труда Мне даже когда-то мой сын сказал А у меня, к сожалению, есть такая привычка Боже, я все делаю Я так устала Он говорит, ма, а бабушка все это делает и не устает Прям стыдно стало Наша задача уложить в баклажан начинку Так, чтобы нам потом было вкусно То есть этой начинки у нас должно хватить на три баклажана Насколько это будет плотно Это зависит только от твоего вкуса Здесь, как в десерте Чем больше начинки, тем вкуснее А как вот быть с этой жидкостью? Потом заливать ее вовнутрь баклажана? В принципе Мы можем регулировать густоту таким образом Чтобы это получилось кашиться Можно помогать себе руками, как это тоже успешно делала моя бабушка В итоге что получается? Со всех трех сторон есть начинка А вообще ничего страшного не будет, если поэкспериментировать с наполнением специями различными Баклажаны в этом смысле уникальны Потому что у них такой вкус нейтральный, который во время приготовления меняется Как шутила моя одна подруга Маринованные баклажаны похожи на грибы, жареные на мясо Ну правда? В принципе, да Если они уложатся в один слой, это будет идеально Ну чтобы они оставались целенькими Целенькими, да Придавить здесь, как говорила моя бабушка, не грех И теперь растительным маслом, оливковым или подсолнечным, нерафинированным Нужно залить так, чтобы полностью залить наши баклажанчики Они должны... Вровень, да? Да Не нужно, чтобы они там плавали на глубине Ну я наливаю так по бокам чуть-чуть, да, чтобы не сильно на них Или можно тоже... На них, конечно Все Класс Наступил тот сладостный момент, когда эксперты смотрят на меня с издевкой и говорят Это будет мариноваться в холодильнике пять часов Но я принес с собой Да, именно вот так и бывает Я отправлю эти баклажаны в холодильник, где они проведут, Сережа, пять дней А мы будем есть те баклажаны, которые я приготовила заранее к нашей встрече Прекрасно Слава Богу Сейчас мы попробуем баклажаны А я пока напомню, как мы их готовили Возьмите баклажаны, уксус, растительное масло, сок лимона, болгарский перец, кориандр, перец чили, карри, чеснок, кумин, петрушку и соль Снять плодоножки Баклажаны промыть и смазать растительным маслом Выложить баклажаны на противень и запекать при температуре 200 градусов 20-25 минут Для начинки измельчить сладкий и острый перец, петрушку, чеснок, соль, кориандр, карри, красный молотый перец, кумин, лимонный сок, уксус и растительное масло перебить в блендере Добавить к перцу Сделать небольшие надрезы в баклажане и нафаршировать начинкой Затем выложить их в стерилизованные банки и залить растительным маслом Оставить в холодильнике на пять дней У нас есть баклажанчики классные Мне очень нравится вот этот глянец Оно блестит просто потрясающе, очень аппетитно И хотя я не хвостушка, но я не могу без улыбки и радости смотреть на это блюдо Поверьте, баклажаны вкусные Но, конечно, только ты сможешь решить, насколько они мне сегодня удались Можно разрезать вот так Но в таком случае начинка выпадает, и вы нарушите целостность блюда Удобнее либо есть целиком, как вы хотите Либо вот так вот пополам, и я отдам половинку тебе, а когда все уйдут, ты съешь все остальное Я, честно говоря, ожидал вот такого легкого летнего вкуса Но что он будет настолько насыщен, настолько сбалансирован Все в целом создает великолепный просто ансабль С полной уверенностью могу сказать, что Надежда заслужила звание кулинарного эксперта с этим блюдом А хочу обратиться к мужикам Мужики, это прекрасное блюдо, поэтому просите своих женщин обязательно это приготовить Что касается женщин, с картошечкой, с рисом сваренным, с гречкой В принципе, баклажан настолько полезный овощ, а здесь сохранены все полезные свойства Что это блюдо идеальное и как закуска, и как отдельное овощное блюдо Ты такой молодец, просто не могу передать словами Вот ты теперь чувствуешь, как мне всегда приятно говорить слова благодарности и хвалить экспертов Потому что это всегда искренне Привет, YouTube! Хочешь знать много интересных рецептов со всего мира? Подписывайся на наш канал и будем готовить вместе! Редактор субтитров Т.Горелова Продолжение следует...